То есть это его, можно сказать, дерево получится у нас, задумка есть сделать люстру. Иван Дресвянников в лес обычно ходит не по грибы и ягоды, а с деталями для будущих предметов интерьера. Из подручного, а точнее подножного материала, полений, коряг и корней деревьев, челябинский папа-карло строгает по-настоящему эксклюзивные украшения. Ну, в основном в лесу где-то на стройках, когда копают еще что-то, деревья там ломают, валят, мы его снова там забираем. Можно идти во дворе, упала ветка с дерева, можно ее подобрать, если что-то в ней уже увидел. Этот талант видеть невидимое для других людей появился у Ивана, когда он начал всерьез увлекаться корнепластикой. Для этого хобби электрику даже пришлось переоборудовать гараж. Теперь здесь и склад засохших деревяшек, и творческая мастерская, где столяр-самоучка шлифует коряги, полирует их и выжигает узоры. Дизайн очередного деревянного шедевра Ивану подсказывает сама природа. Мастер на все руки лишь вносит небольшие коррективы. Мне нравится так, там подпилил, там подрезал, здесь что-то пошлифовал. Мы иногда даже с сыном спорим насчет этого. Я говорю, надо там оставить вот это. Он говорит, нет, мне не нравится, надо вот это пилить чуть-чуть. Сыну Ивана всего 7 лет, но он вовсю помогает отцу. В частности, счищает кору со стволов. А вот работу с пилой или рубанком отец ему пока не доверяет. Кстати, лучше всего Ивану удаются причудливые светильники в стиле рустик, канделябры, бра и напольные торшеры. Видимо, основная профессия электрик дает о себе знать. Мастерит Иван не только небольшие предметы декора. Садовая мебель и еще один его конек. Например, журнальный столик в стиле лофт. Сначала делалась очень долго столешница на него, потом выжигалась, потом пропитывали специальным люминофором, чтобы он светился. А вот основанием для столика стала обычная коряга от срубленной яблони. Ее мастер только немного подрифтовал, а в трещину на дереве спрятал светодиодную ленту. Соорудил этот столик Иван всего за три месяца. А вот на создание оригинальной скамьи для сада уходит времени больше. И пусть над очередным шедевром приходится изрядно попотеть, результат того стоит. Своим постоянным заказчикам Иван дает стопроцентную гарантию, что второй такой эксклюзивной вещи они не найдут. Хотя ставить производство такой мебели на поток и работать лишь на заказы мужчина пока и не собирается. Для него корнепластика не способ заработать, а возможность выразить себя. Евгения Малышко, Антон Захаревич, ОТВ.